А танец, это тоже молитва или нет? Да, совершенно верно. Дело в том, что после разрушения храма еврейская традиция прекратила танцы. Но люди танцевали перед Господом. И Давид танцевал перед Господом. И левиты танцевали перед Господом. Вот, священники танцевали. Значит, и это есть тоже молитва. Видите, в танце это движение, да? Но сердце перед Господом, правда? Перед Господом. Вот, очень интересно, видите, хасиды тоже открыли важность танцев. Я вам зачитаю из книги «Эли Визель. Следующее поколение». Для хасидов нет ничего лучше танцев. Столы и лавки сдвигаются в угол, и не успевает собравшись встать в круг, как вся община запевает хором. Поют хасиды так слаженно, так быстро и весело. Песня полна такого ритма и огня, такой неуемной страсти, что кажется, будто она разносится по всей земле. Они танцуют рука об руку, плечо к плечу, лица раскраснелись, сердца полны радости. Круг то расширяется, то сужается. Танцующие расходятся, потом опять сходятся, теряют и вновь находят друг дружку. И вот они уже неотделимы от песни, а не сама песня. Песня одержала победу над молчанием и одиночеством. Ведь для других мы существуем точно так же, как и для самих себя. И поем мы для того, чтобы песня заглушила яростный шум всех тех лет, что гулка разносится в нашей памяти. И чтобы доказать нашим предкам, смотрите, цепочка не разорвалась, мы поем одну и ту же песню десять раз, сто раз, чтобы не расстаться с ней, чтобы не расстаться друг с другом. Поем так, как ее пели в Вишнице и Сигете. И хасиды танцуют так, как танцевали в Гере. Громче, быстрее. И пусть песня станет танцем, а танец песни. Пусть радость придет к сиротам и друзьям. Радость бурная и безмятежная. Радость для всех и каждого. Радость творения и сотворения. А вот я прочитаю вам, как было в храме. Мы будем еще когда говорить о празднике Суккот. Есть Бейт Гашаева, то есть праздник водочерпания. Это особый праздник. И он связан также с Ешуа. Да, это праздник Суккот, последний день Суккота. И чтобы исполнить заповедь веселиться в праздник Суккот, в храме каждую ночь Суккот, начиная со второй, производить празднование. Они называются Суккот Бейт. А Шеева весели по поводу возлеяния воды на жертвенник. Оркестр Левитов располагался на 15 ступенях, ведущих вниз из внешнего храмового двора, во двор для женщин. Они играли на разных музыкальных инструментах. Великие и благочестивые мужи исполняли великие действия и танцевали, а остальные наблюдали за этим. Для женщин был построен специальный балкон, чтобы они могли наблюдать за весельем, не свешиваясь с мужской толпой. Раби Шимон Бен Гамлиэль, сын вот того самого Гаваилиила, а может быть и Гамалиил до него. Да. Так вот, Раби Шимон Бен Гамлиэль подбрасывал в воздух 8 горящих факелов, которые не касались друг друга. Мудрец Леви то же самое проделал с ножами, а другой мудрец с 8 стаканами, наполненным вином, а еще один с 8 стаканами и яйцами. Можете себе представить? Вот, да. Раби Валентин Адоль, он жонжирует факелами, да? Раби Александр с чем-то, бокалами, свином. Раби там, другой наш Валентин, назовем Катан, да? Это, я его Катан называю. Да, он, значит, маленький, есть большой Адоль. У нас два Валентина, да? Большой, значит, Акрафтенко Катан. Это не значит, что он такой маленький. Это еврейская традиция, я его называю Катан. Да. А он, а он, а он жонглирует сырыми яйцами. Представляете, а? Вот это, вот это я понимаю. Скоро мы будем Суккот праздновать. Готовьтесь, тренируйтесь жонглировать. Тренируйтесь жонглировать. Хорошо. И еще одна важная такая группа молитв. Называется Кадиш. Кадиш. Итак, пишите. Да, молитва Кадиш. Молитва Кадиш, буквально освящение. Есть прославление общины Израиля святости Всевышнего. Молитва Кадиш, буквально освящение Есть прославление общины Израиля Святости Всевышнего Точка Неверно распространенное мнение, что Кадиш является траурной молитвой Действительно В случае траура, в случае смерти тоже читается Кадиш Но вот такое неверное мнение существует Вот я здесь, что Кадиш – это траурная молитва Вы понимаете, в чем дело? Мы читаем Кадиш во время траура, да? Но это намного выше А то у меня было однажды так Я начал разучивать Значит, в Евру и Мру Амен Как он начинается, подожди Аса Шалам Беврава, да А мне там кто-то говорит Ты что, говорит, поминальной молитвой учишь? Я говорю, нет Это субботние молитвы, это молитва, освящающая субботу Так же, как и Адон Алям Есть только Кадиш Ятом, который читается сиротой Если умерли родители в течение вот 11 месяцев последних Но вообще, вот здесь еще раз вам читаю Что неверно такое мнение, что Кадиш является только поминальной молитвой Молитва, освящающая Всевышний Дело в том, что евреи совершенно по-другому относятся к смерти, чем неевреи У неевреев есть такое желание замолить грехи умершего, да? А здесь мы в этих молитвах даже ничего не говорим об умерших Есть молитва Искор, вот, то другая молитва Но в Кадишах ничего не говорится об умерших Там говорится о чем? О величии и святости Бога Но понимание величии и святости Бога Помогает нам, правда? Когда мы в трауле И вот разновидности Кадиша Значит, Кадиш Шалем Значит, пять разновидностей Кадиша Калиш Шалем, полный Кадиш Шалем, помните? Шалом, это что, не только мир, но и полнота, да? Кадиш Шалем, полный Кадиш Хаци Кадиш, половинный Кадиш Но там не половинок, чуть больше половины Кадиша Но часть сокращенная Хаци Кадиш, половинный Кадиш Кадиш де Рабанан Кадиш де Рабанан Это Ра-ба-нан От слова Рабин Ра-банан Это кадиш, читаемый после того, как учат отрывок, составленный равенными, если учат какой-то отрывок из Торы, Талмуда или Медраша. Полный кадиш, кадиш шалем, хеце кадиш, половинный кадиш, кадиш дерабанан, после чтения Торы или какого-то отрывка, составленного равенными, из Талмуда, Медраша и так далее. Кадиш дерабанан, дерабанан, дерабасовский кадиш, знаете, дерабас, дерабас, дерабанан, это тоже кадиш, все это звание кадиш. Кадиш это молитва о священии, это не поминальная молитва, хотя может и быть и поминальная, понимаете? Значит, кадиш дерабадан, после того, как учат отрывок Торы, Талмуда, Медраша или любой отрывок, составленный равенными. Следующий, четвертый разновидность, кадиш ятом. Вот кадиш ятом, это кадиш сироты. Его читает сирота, его не имеет право человек, имеющий обоих родителей, да? А только тот, у кого отец или мать умерла, или оба отца матери умерли. Вот он читает, если нет мужчины, значит, может женщина прочесть этот кадиш, или может попросить равена, или кого-то произнести кадиш вместо себя. И еще пятый, кадиш шель цидук хадин. Вот это кадиш, который читают на похоронах. Кадиш шель цидук хадин. Кадиш шель цидук. Что такое цидук? Праведность, да? Хадид. Или что получается? Кадиш праведного суда. Да? Кадиш праведного суда. Вот эти два кадиша, они являются, собственно говоря, как мы все время, поминальными кадишами. Ну вот. Значит, кадиш шалем, кадиш шалем читает кантор в завершении чтения общины основной части службы, то есть амиды, или прилегающей к ней молитвы. Видите, она совершенно не связана, кадиш шалем, ни с какими похоронами, да? Кадиш шалем, который мы написали, значит, читает его специальный хазан или кантор после завершения общины основной части молитвы. Молитва. Обычно это амиды и прилегающие к ней молитвы. Хец и кадиш – это часть полного кадиша. Завершает молитвы, отделяя одну часть службы от другой. Имеет это отношение какое-то к поминальной службе? Только два последних кадиша имеют отношение к поминальной службе, чтобы вы запомнили. Значит, хец и кадиш, он разделяет определенные части службы. Так, утреннее молитва читается между песокей земра и благословением вишма, между тахануном и членем Торы. В михео читается между ашей и амидой и так далее. Кадиш я том, да? Кадиш я том. Кадиш да рабанан, мы уже говорили, читается после какого-то изучения текста Торы, Талмуда или Медраша, да? Кадиш я том. Это читает сирота, тот, у кого кто-то из родителей умер в течение последних 11 месяцев. Если у умершего нет сына, то Кадиш может читать другой человек. Если сын и близкий родственник не может читать Кадиш ежедневно, то он должен постараться произносить эту молитву хотя бы раз в неделю. Кадиш я том читает по завершению службы. Если вы знаете, есть служба идет, а потом говорят, сейчас мы будем молиться только те люди, у которых умершие есть родители. И остальные в это время, у которых оба родители живы, то выходят они в коридор. Кадиш я том читает по завершению службы. Во многих случаях он не является обязательной частью службы, и если нет людей в трауре, то его просто не читает. В идеале Кадиш я том должен читать только один человек, но так как бывает много людей, то некоторые могут читать Кадиш я том одновременно. Кадиш де Раббанан читается после изучения или чтения отрывка, мы говорили, да, из торы или из устной торы, в присутствии десяти взрослых мужчин. Десяти взрослых мужчин. То есть вот такие правила Кадиша. И Кадиш шель седух один, это особая форма Кадиша, она явно говорит о воскрешении из мертвых и читается во время похорон. Я вам полную не буду говорить Кадиша формы, но там есть интересные. Вот, например, из Кадиш я том. Из Кадиш я том. Говорится, да будет возвеличено и святиме имя его. В мире сотворенном по усмотрению его. Да я это. Он царство свое. И все община что говорит? Аминь. При жизни вашей и в ваши дни, и при жизни всего дома Израиля, без промедления, в скором времени. И скажете что? Ваимру. Аминь. Да? И вся община говорит громко, Хазан повторяет. Да будет имя великое, благословляемо, вечно, на вечные времена. Да будет благословляемо, восхваляемо, прославляемо и произносимо, и возвеличено, и величаемо, и возносимо, и хвалимо имя его святого, благословен он. И все говорят? Аминь. Превыше всех благословений и воспеваний, восхвалений и утешений, и скажете что? Аминь. И скажете, и все скажут. Аминь. Имру, да? Вот это. Ваимру. Это значит призыв. Аминь. Да? Ваимру. А все говорят Аминь. Да пребудет великий мир с небес, добрая жизнь над нами и над всем Израилем. Ваимру. Аминь. Да? Созидающий мир в высотах своих, да сотворит он по своей милости мир для нас, и всего Израиля. Ваимру. Аминь. Вот здесь Асэ Шалом Бим Рава, да? Но он может, Асэ Шалом Бим Рава, быть и в субботней службе, и необязательно в составе Кадиша Ятом, да? Ахасэ Шалом Бим Рава, уйасэ Шалом Алэйну, вэгалькоголисраэль, вэймру, имру, аминь. Ягасэ Шалом, ягасэ Шалом, шагалом Алэйну, вэгалькоголисраэль. Ягасэ Шалом, ягасэ Шалом, шагалом Алэйну, вэгалькоголисраэль. Или еще разновидность Кадиша, это субботний Кадиш. Ну, тоже его можно использовать и при хвахаронной службе. Так, я всем говорю, может, когда я умру, это когда-нибудь случится. Слава Богу, и дай Бог, чтобы это случилось, иначе я к Господу не попаду. Но когда случится, это будет в свое время, да? И у меня будет к вам одна просьба, да? Знаете, как есть такие стишки? А, как-то подожди. Когда-нибудь настанет мой черед, и это будет самой звездной ночью. Но ни одна звезда не упадет, никто со мной вместе не умрет, и я покину землю в одиночь. Живёхонькие, ставь шипаутру, не ставьте памятник, поставьте свечку в храме. Так я решил, иначе не помру, иначе помираете сами. Так вот, свечку мне не надо ставить. Но я бы очень хотел, чтобы вы спели «Адон Алям», если кто-то будет при этом. Хорошо? «Адон Алям, ашер малах, бетер им коль, и цир невра, вет наса, бе хевца коль, азай ве лех, азай ве лех, шимон и крам, ве ахрей ких лотоколь, левадо им лох дара, ве гуая, ве гуаве, ве гуи, ве гуи, ве гуи, ве гуи, бетифарам». «Адон Алям, ашер малах, бетер им коль, и цир невра, вет наса, бе хевца коль, азай ве лех, шимон и крам, ве ахрей ких лотоколь, левадо им лох дара, ве гуая, ве гуаве, ве гуи, е бетифарам». Она мне нравится. Она мне нравится. Хорошо, видите, эта песня, это тоже кадиш. Это тоже кадиш. Есть Сифарская, а есть Ашкинаская, она вообще как Канкан. «Адон Алям, адон Алям, ашер малах, адон Алям, адон Алям, шер малах, бетер им коль, и цир невра, вет наса». Я не помню. «Адон Алям». В общем, точно как Канканщик поется. Если вам интересно, я как-нибудь принесу. Послушайте просто через компьютер или через микрофон. Я вот, опять-таки, мелодию не могу воспроизвести. А слова такие. «Властелин мира, царствующий до создания им всех творений. И когда по воле его был создан весь мир, его именем стала Владыка. И после конца мира он грозный, будет царствовать единовластно. Он был, он есть, и он пребудет вечно в великолепии своем». Я вам давал в стихах, по-моему. «И он единственный, и нет другого, кто сравнился бы с ним и ему удобился. Ему нет ни начала, ни конца. Он всемогущ, и ему надлежит власть. Он Бог мой, вечно живой, мохизбоитель. Оплод судьбы моей час беды. Он знамя мое и мое прибежище. Опора моя в день, когда я взываю к нему. Ему я вручаю душу мою перед сном и при пробуждении. И вместе с душой и тело. Господь со мною, и я не устрашусь. Адонай-ли, вела, ира». Да? Вот. Видите, какие замечательные молитвы. Еще почитать вам из молитв. Молитва Гитары Рут. Ор – это свет, да? Гитары Рут – пробуждение. Молитва пробуждения. Гитары Рут. Помните? Ура Ахим, да? Будите. Это и свет, и пробуждение одного корня. «Я паду ниц и склонюсь и преклоню колено перед Господом, создавший меня. И я буду молиться Тебе, в час Твоего благоволения, Господи. Принимай на себя заповедь, люби ближнего своего, как самого себя». Видите, утренняя молитва? Принимай на себя заповедь. «Люби ближнего своего, как самого себя». Человек должен постоянно в глубине своего сердца испытывать трепет перед Всевышним и признавать истину и быть правдивым в сердце своем. Властелин всех миров не на праведность свою полагаемся мы, обращаясь к Тебе нашей просьбой, а на милосердие великое Твое. Что мы, что наша жизнь, что наши добрые дела, что наша праведность, что наша способность спасать друг друга, что наша сила, что наша смелость, что мы можем сказать Тебе, Господь, Бог наш. «Ведь всякие сильные ничто перед Тобой, и прославленные мужи словно не существовали никогда, и мудрецы, подобно лишенным знаниям, и разумные, подобно лишенному разуму, все множество дел их тщетно, и дни их жизни ничто перед Тобой». А еще молитва. «Каким ты был, таким ты и остался». Знаете такую молитву? «Каким ты был до сотворения мира, таким ты и остался». «И после его сотворения». «Каким ты был в этом мире, таким ты будешь и в мире грядущем». «Яви святость имени Твоего тем, кто освящает имя Твое». «Яви святость имени Своего, миру Своему, и спасение посланное Тобой». «Возвысь и вознеси достоинство тех, кто стремится к Тебе». «Благословен Ты, Господь, освящающий имя Своё на глазах всех». Амен. Амен, правильно. Вот кто-то уже сообразил. Правильно, молодцы. «Ты, Господь, Бог наш на небесах и на земле, и в самых высших небес. Воистину Ты первый и Ты последний, и кроме Тебя нет Бога. Собери с четырёх концов света народ свой Израиль, признает и поймут все жития земли, что Ты единственный Бог на всеми земными царствами. Ты сотворил небо, землю, море и всё, что в них. Какое из творений рук Твоих в мирах, высших или низших, может спросить Тебя, что делаешь? «Небесный Отец наш, отнесись к нам милосердно ради великого имени Своего и исполни, Господь Бог наш обещание, которое Ты дал через Стефанию, пророка Твоего. Тогда приведу я вас, тогда соберу я вас, сделаю так, что прославят и восхвалят вас все народы земли, когда верну я ваших изнанников на глазах ваших». Сказал Господь. Амин. А теперь молитва Раби Ягуды Ганаси. «Да будет угодно Тебе, Господь, Бог мой, и Бог Отцов народа Твоего, Дома Израиля, оберегать меня сегодня и преть, от дерзких людей и от дерзости во мне самом, от дурного человека, от плохого товарища, от злого соседа и от несчастного случая, и от врага обличителя». Хорошая молитва? «И исполнится для меня сказанное в Писании «Возложи на Господа ношу забот своих, и Он пошлет тебе пропитание». Амин. Да. Вот я там тоже сделал, там я как-то прервался. Такое называется «Сидурик». Дурик. И Сидурик, да? И Сидур большой, вот такой. И Сидурик маленький. Вот я хочу такие молитвы собрать, которые могли бы каждому из нас пригодиться. Правда? Да. Молитва перед сном. Я читал вам или нет? «Властелин мира, я благодарю Тебя за все милости, что Ты сделал со мной сегодня. Господи, я прошу Твоего прощения, если я загрешил перед Тобой. И я прощаю всех, кто чем-то обидел меня. И прошу Тебя дать в сердца тех, кого я обидел, прощение ко мне». Хорошая молитва? Чудесная. «Очисти меня по великой милости своей». Я, когда закончу эту тему, дам вам эту тетрадь. Так? Только с возвратом. Договорились? Вот. «Очисти меня по великой милости своей, не посылай мне страданий и тяжких болезней. Доводут угобны Тебя слова, светающий с уст моих, и помыслы сердца моего. О, Господь, мой плод-избавитель! Дай нам, Господь, Бог наш, с миром отойти ко сну и подними нас на утро. Царь наш с миром и раскинь над нами свой мирный шатер и направь нас своим добрым советом. И спаси нас ради имени Своего, и защити нас, и избавь нас от врага, мора и меча, от голода и скорби. И устрани противников, которые впереди нас и позади нас. И под сенью престола Своего укрой нас, ведь Ты, Бог, оберегающий и спасающий нас. И храни нас, когда мы выйдем в путь, и когда будем возвращаться для жизни, для мира отныне и вовек. Еще молитва. Благословен Господь днем, благословен Господь ночью. Благословен Господь, когда мы ложимся, благословен Господь, когда мы встаем, ибо в Его руке души живых и мертвых, в чьей власти судьба всего живущего и дух всякой плоти человеческой. Вручаю Тебе я душу свою, Ты избавишь меня от смерти. Господь Бог истинный, Бог наш, который на небесах, пусть лишь имя Твое, имя Твое будет на устав всех народов, и установи царство Своё навсегда, и царствуй над нами во веки веков. Еще разные такие необычные молитвы у меня под заголовок, категория. Вот 12 век до нашей эры. Раби Самсон, или мы знаем, что? Самсон, да? Господи Боже, прошу, вспомни меня и дай мне сил для этого единственного случая, дабы я Божий отомстил филистимлянам хотя бы за один из моих двух глаз. Помните? Самсон удивительную молитву произнес. И Бог дал такие силы ему, да? И он совершил то, что совершил. Мне кажется странным, почему убить людей – это такая вот благость, да? И почему, Господи, радуется Бог, чтобы убить людей? Но это сила Божья, да? В этих людях воплотилось всё нищесиво. Если бы вы знали, что делали эти филистимляне, до сих пор находят кувшины с зажаренными у них заживо младенцами. То есть уже скелетики младенцев, новорожденных, с родничками незароженными, да, вот, и так далее. Эти народы створили нечто ужасное. Своих первенцев, вот первенцев, признастили в жертву. Или если нужно было, что-то. Ну, что же, людей детей рождалось много. То есть противозначальности их не было, надо было как-то регулировать рождаемость. Вот и регулировали. А вы знаете, что мы сейчас больше абортов делаем, чем те филистимяне за всю свою историю сделали, только на одной Украине? Это что, не жертвоприношение? Да, и чаще, о, заметьте, именно первенцами, да. Правда? Вы подумайте об этом. Да. Вот, молитва Ханы, это одиннадцатый век до нашей эры. Это мать Самуила Шмуэля. Господи, если ты с ней зайдешь к страданию рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я дам его Господу оседней жизни его, и бритва не коснется головы его. Да, помните? Вот. Тринадцатый век нашей эры, уже нашей эры. Один человек, пастух, не умел молиться. Но каждый день он говорил, повидите вселенной, если бы у тебя был скот, и ты дал бы мне его пости, я бы не взял с тебя платы, хотя я беру со всех остальных. Но у тебя я ничего не возьму, ибо я люблю тебя. Чувство еврейское вылитву, да? Это самое большое, что может сделать еврей. Нет. Один ученый человек как-то увидел пастуха, который произнесил эту молитву, и сказал ему, глупец, нельзя так молиться. А как же молиться? И ученые начали учить его шма и молитву, которые произносят на службы. После того, как ученый ушел, пастух забыл все, что он выучил, и больше не молился вообще. Он боялся говорить то, что говорил раньше, ибо ученый сказал, что это неправильно. И ученый видел во сне, как голос говорит, «Если ты не пойдешь к нему и не скажешь, чтобы он молился, как раньше, несчастье постигнет тебя, ибо ты украл у меня того, кто должен попасть в мир грядущий». И тогда ученый пошел к пастуху и спросил, как ты молишься? А пастух говорит, я не молюсь. И забыл все, чему ты учил меня, а ты запретил мне говорить про скот. Тогда ученый рассказал про скот сон и сказал, молись, как раньше. Это книга Сефер Хасидим. Это правда? Ну, это притча. Не знаю, правда или неправда, да? Во всяком фритче есть доля правды. И вот слова еврея, изнанные Испанией в 1492 году. В вести, где умерли его жена и двое детей. Записал эту молитву Соломон ибн Врея. «Царь Вселенная, ты делаешь многое, чтобы заставить меня отказаться от моей веры. Но будь уверен, что даже против воли небес я еврея и евреям оставлюсь. Не те страдания, которые ты уже послал мне, не те, которые мне только предстоят, не остановят меня». А вот воззвание Йоселя Роковера. Йосел Роковер – это имя одного из шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста. «Как Хасид – набожный восточноевропейский еврей, воспитанный в духе леви Исхака из Бердичева, как он будет обращаться к Богу, а то есть к смерти?» – спрашивал он себя. И он молился так. «Бог Израиля, ты сделал все, чтобы я перестал в тебя верить. Хотя ты сейчас и думаешь, что тебе удастся свести меня с истинного пути, я предупреждаю тебя, мой Бог и Бог моих отцов, что все это тебе ни капельки не поможет. Ты можешь оскорбить меня. Ты можешь наказывать меня. Ты можешь забрать у меня все, что я так любил в этом мире. Ты можешь замучить меня до смерти. Я буду все равно верить в тебя. Я буду любить тебя, несмотря на все твои испытания. И это мои последние слова тебе, мой грозный Господь. В любом случае тебе ничего не поможет. «Ты сделал все, чтобы я отказался от тебя, чтобы я потерял свою веру в тебя, но умираю, как жил верующий. Слушай, Израиль, Господь всемогущий нас, Господь един. Твои руки, Господи, отдаю я душу свою». Вот так. Это уже 20 век. Знаете, Рабе Левискак, он тоже так Богу довольно с большой хуцпой говорил. И многие действительно удивляются, почему Бог всемогущий и добрый, он действительно такие сделал вещи, как холохоз. Можно об этом многое рассуждать, но сердце никак этого не принимает. Либо мы должны сказать, что дьявол сильнее Бога, либо у Бога был какой-то особый план. Правда? Какой-то особый план, которого мы не знаем, так же, как у него был особый план по поводу Йова. Правда? Да, мы не знаем это. Но вот некоторые отошли от Бога по этой причине. А Левискак из Бердичева, вы помните, который жил в 19 веке, помните, как он молился? Да? Он молился с такой хуцпой к Богу. И вот молитва Рабе Левискака. «Доброе утро, царь вселенной! Я, Левискак, сын Сары из Бердичева, хочу обратиться к тебе со всем почтением по поводу твоего народа Израиля. Чего ты хочешь от Израиля? Будет навеки. Прикажи сынам Израиля. Будет навеки. Скажи же сынам Израиля, милосердный отец, сколько же людей живет на Персии? На свете Персии, Вавилыняне, Идомитяне, русские, что они говорят? Наш император – император. Немцы, что они говорят? Наше королевство – это королевство. Англичане, что они говорят? Наше королевство – это королевство, да? Но я от Левицак, сын Сары из Бердичева, говорю, «Я никуда не пойду из твоего изгнания, пока не закончится это изгнание, да прославится и осветится его великое имя». Нахум Пацар из книги «Язык веры». «Я молюсь, чтобы мои отец и мать посмотрели с небес и увидели, что у них сына сегодня бар митцва, и чтобы они знали, что моя сестра и остались хорошими евреями, и всегда такими будем». Хорошо. Отче наш, Шмам, Амиду мы разберем завтра. Вот молитва особая есть на субботу. Есть молитва, освящающая субботу, есть молитва, отделяющая субботу от других дней недели. Как она называется? Гавдала. Это молитва, отделяющая субботу от будних дней. А, кстати, молитва традиционная на субботнюю трапезу какая? Господь, пастор мой, и ни в чем не будет у меня недостатка, да? Агавдала. «Вот он, Бог-спаситель мой, спокоен и не страшусь я, ибо Бог – сила моя. Ему – песня моя, и Он даровал мне спасение. Будете вы черпать, ликуя, воду из источника спасения. Наше спасение от Господа, да пребудет вечно в народе Твоем. Благословение Твое вечно. Господь, воин с нами. Бог Иакова, наш оплот в веки. Господь, воин, счастлив человек на Тебя уповающий. Господь, спаси нас, ответь нам, владыка, в день, когда мы взываем к Тебе. Были у людей светлые дни и веселье, ликование и достоинство. Да будет так с нами. Чашу благодарности за свое спасение подниму и к имени Господа воззву. Внимлите, господа мои, благословен Ты Господь, Бог наш, владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. И мы что? Вино, да? Потом, благословен Ты Господь, Бог наш, владыка вселенной, сотворивший вещества ароматные. Как ароматные вещества? Бе-самим, да? Да, баре-мине, бе-самим. Бе-самим. Отсюда есть испанская еврейская песня субботняя. Да, много пряностей, много ароматов. Бе-самим, бе-самим муча. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, вы знаете, что испанцы тоже все немножко евреи. Хотя они тщательно это все прятали. Бе-самим пряностей муча много. Муча много. Мучача, по-моему, это мальчик. Мача, это парень. Мучача, мальчик. Ну, это вообще что-то такое, да. Бе-самим, да при чем тут? Босем, корень Босем. А если синагога по-ашкенадски была без, без такое-то, без такое-то. И так вот даже записывала в справочниках. Это, понимаете, уже это, это уже ансисемитские происки. Все. Да. Хорошо. Дальше. Берется свеча и благословение на свечу, уже горящую. Благословен ты, Господь, Бог наш, владыка вселенной, сотворивший светило огненный. И надо посмотреть через пламя, да, на свою ладонь. Дальше. Благословен ты, Господь, Бог наш, владыка вселенной, отделивший святое от будничного, света тьмы, Израиль от дуих народов, седьмой день от шести дней труда. Благословен ты, Господь, отделивший святое от будничной. И после Хавдалы, читается, пусть дарует тебе Бог росу небесную и изобилие земное, и вдоволь хлеба и вина, и будут служить тебе народы и склоняться перед тобой племена, и будешь ты господином над братьями своими, и славятся перед тобой сыновья матери твоей, проклинающие тебя будут прокляты, благословляющие тебя будут благословлены. «Всемогущий Бог благословит тебя, расплодит и размножит, и произведет от тебя множество племен, и распространит Всевышний на тебя благословение, которое достоился Авраам, на тебя и на потомство твое, дав тебе в наследственное удел землю, на которой ты живешь, страну, которой Бог даровал Аврааму. «Это было дано тебе Богом, Отца твоего, который поможет тебе, всемогущим Богом, который благословит тебя. Он даст благословение рассвет с небес, которые над тобой водом нет, лежащих в глубине, и так далее, и так далее». И пропущу немножко. Благословен ты в городе, благословен ты в поле, благословены корзины твои с плодами, благословена квашня твоя, благословен плод шрева твоей жены, и плоды земли твоей, и приплод скота твоего, и телят в твоих стадах, и ягнят в твоих отарах. «Благословен ты при входе в свой дом, и благословен при выходе из него. И пошлет тебя, Господь, благословение жительцам твоим, и всем делам рук твоих, и благословит он тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Вот. И еще есть благословение, которое читается, оно читается в Афкинастских общинах, и в Сифарстских пропускается. «Наделивши в стадо речи, изрек Господь мир, мир далекого и близкого, и я исцелю его. И снизошло вдохновение на Амасая, главу военачальников». Это помните, когда Давида провозгласили царем. И там были даже такие военачальники, которые воевали против Давида, да? Потому что вначале он был царем в Иудее и воевал против израильских племен. Но затем и израильские племена его приняли. И вот этот момент, очень хорошее благословение, оно почему-то пропущено в Сифарских, в Сидурах, но есть в Ашкинастских. «Изрекло вдохновение на Амасая, главу военачальников». И воскликнул он. «Твои мы, Давид, с тобой мы, сын Ишая. Мир тебе и мир помощников твоим, ибо помогает тебе Господь Бог твой. И принял их Давид и поставил их во главе отряда. И скажите, да будет так всю жизнь. Мир тебе и мир дому твоему и мир всему, чем ты владеешь». Давайте запишите себе это благословение, очень хорошее. Правда? Да, это из Хавдалы. Это окончание после вот этих традиционных молитв еще идут ряд благословений. И в Ашкинастском Сидури есть такое благословение. «Да будет так всю жизнь. Мир тебе и мир дому твоему и мир всему, чем ты владеешь». «Да будет так всю жизнь. Мир тебе, вот логически подумайте, да? Мир тебе и мир дому твоему, да? И мир всему, чем ты владеешь. Господь придаст сил народу своему, Господь благословит народ, даровал ему мир». Шалом вам всем мир! И чтоб все эти благословения были на вас. И еще сто раз больше. Хорошее.